Здравствуйте! Третий Focus один из самых популярных автомобилей во всем мире. В России за все время продаж, с 99-го года, их было продано более полумиллиона штук. Этот кузов считается самым красивым в сравнении с предшественниками. И в том числе по этой причине в России в 2012 году ему дали премию «Автомобиль года». И в 2010 году Focus стал самым продаваемым иностранным автомобилем в России. Эта машина попала к нам благодаря обмену. Предыдущий владелец сдал свою машину, забрал Mitsubishi IS-X. В этом Focus что нас привлекло? Конечно же его общее хорошее состояние в сочетании с очень богатой комплектацией и мощным двигателем. В сравнении с предыдущим кузовом этот Focus стал совсем другим, как внешне, так и технически. Здесь совершенно другие фары спереди и сзади. Совсем другой кузов и в нашей версии мы имеем самую-самую максимальную комплектацию, которая называется PowerShift Titanium. Здесь установлены парктроники по кругу, машина может сама парковаться. В фарах линзы Bixenon установлено оригинальное литье на 16. И в целом машина выглядит очень замечательно. Спортивный дизайн. Плюс ко всему цвет очень красивый. К сожалению, сегодня солнца нет, но вот если бы было солнце, солнечно, машина выглядела бы совсем по-другому. Двигатель в нашем случае установлен максимально возможным для простых гражданских версий. Это 2 литра. Он атмосферный, 4-цилиндровый, бензиновый. Здесь 150 лошадиных сил. Кстати, для других рынков этот мотор имеет совсем другие лошадиные силы, 163 лошадки. Но именно для России сделали удобный налоговый порог. Двигатель этот цепной и по заверениям завода-изготовителя он должен ходить не менее 300 тысяч. Но если все же он сломается, то стоит он относительно недорого. В Новосибирске разброс цен, естественно, большой, но в среднем это 40-50 тысяч рублей на контрактный агрегат. Вообще же на фокусы устанавливались двигатели меньшего объема, 1,6, мощностью от 85 до 125 лошадиных сил. Но в случае с таким седаном, конечно, 2 литра это более предпочтительный вариант. Я бы даже сказал, что он немного избыточен для автомобиля С-класса. Коробка передач в данном случае PowerShift. Простыми словами, это робот. Вот двоякое впечатление у него от владельцев, но в то же время он относительно надежный. Его хватает на большой срок ремонта или обслуживание достаточно недорогое. Но при этом машина становится, в отличие от обычного автомата, гораздо экономичнее и динамичнее, что тоже немаловажно. В Новосибирске обслужить такую коробку стоит тоже относительно недорого, 10-15 тысяч, но это нужно делать крайне редко. Если же коробка сломалась, то контрактную можно купить примерно за 40-50 тысяч. Опять же говорю про Новосибирск. Ну а починить можно даже дешевле. Багажник в фокусе объемом 372 литра. Сюда спокойно залезет несколько больших сумок. И не забываем о том, что сидения второго ряда складываются по отдельности. Можно увезти что-то длинное, более двух метров. Под полом в этом автомобиле, в багажнике, есть несколько удобных ниш для мелочевки. И все, что обычно болтается по багажнику, туда можно удобно сложить. Место для задних пассажиров здесь примерно столько же, сколько и у конкурирующих седанов других производителей. Для человека, который имеет средний рост, такой как я, 180 сантиметров, места вполне хватает. Есть небольшой запас для коленей, что очень удобно. Можно ступни поставить под передние сидения. И интересный момент. Сидения второго ряда стоят ощутимо выше, нежели сидения для водителя и для пассажира. Ford Focus 3-го поколения продавался в 122 странах мира. И поэтому список опций мог отличаться для разных рынков. Напомню, у нас комплектация PowerShift Titanium максимальная. И здесь список опций действительно очень большой. Начиная с уже стандартной для многих машин кнопки запуска двигателя. И заканчивая такой системой, которая сама может припарковать ваш автомобиль. Также здесь присутствует стандартная для Focus функция обогрева лобового стекла. То есть греются не зона покоя дворников, а именно все лобовое стекло. Для России это очень полезная вещь. Сидения передние тоже греются. Здесь установлена хорошая музыка от Sony, причем с завода. Климат здесь раздельный. Руль напичкан просто разными кнопками. В том числе здесь есть и круиз-контроль с лимитером, который не позволит машине разогнаться выше заданной скорости и не нарушить скоростной режим. В этой машине очень радует качество исполнения, качество материала. Панель здесь вся очень мягкая. Руль, несмотря на то, что пробег уже за сотню, не затертый. И при езде, мы же как-то сюда доехали, уже это выяснили, при езде здесь ничего не скрипит, несмотря на то, что машина уже имеет возраст 8 лет. Итак, что мы имеем? Ford Focus 3-го поколения 2012 года выпуска. В самой максимальной комплектации с двигателем 2 литра и коробкой PowerShift. Сейчас едем кататься. В первую очередь, акцент в плане комфорта в этом автомобиле направлен на водителя и переднего пассажира. Посадка очень удобная, боковая поддержка просто отличная. И эта машина имеет в теории такие настройки подвески, что управляемость тоже отличная. И вот в тот момент, когда очень круто поворачиваешь и резко на большой скорости сидушки, будут тебя держать очень-очень хорошо. Наружные зеркала очень большие, что не характерно для автомобилей такого класса. Соответственно, обзорность это очень сильно улучшает. В целом, стойки передние не мешают. Ну, в общем, еще раз скажу, с обзорностью здесь все отлично. Немного добавлю про посадку. Здесь можно отрегулировать руль по высоте и по вылету. И сидение тоже регулируется по высоте. Соответственно, диапазон настроек очень большой. И практически любой человек с любым ростом здесь сможет удобно сесть. Самое интересное, что хочется выяснить, это мощность двигателя, как машина ведет себя на дороге, когда втапливаешь. Ну и, соответственно, как ведет себя коробка. Вот, двигатель работает немного шумновато. Немного грешу я на то, что он цепной. Может быть, именно поэтому звук очень, ну, относительно, так скажем, громкий. Плюс еще здесь стоят зимние покрышки шипованные. И от них тоже есть определенный шум. Вот сейчас, пока мы едем в обычном режиме, коробка переключает очень-очень хорошо. Вообще не чувствуешь переключений. Плюс достаточно комфортно. Мелкие стыки на асфальте абсолютно не чувствуются. Ну, в общем, для города однозначно машина очень комфортная. Ну, а для трассы, думаю, еще даже лучше. Потому что с этим двигателем обгоны будут даваться очень уверенно. В городе, в принципе, он, я так как уже говорил, избыточен. К сожалению, в городе очень много машин, нам не удалось разогнаться. Но могу с уверенностью сказать, что этого двигателя за глаза для этого автомобиля. Ну, и как уже говорил, на трассе в самый-самый раз. В городе не всегда удается использовать его потенциал на полную. Среди конкурентов у этого автомобиля в такой ценовой категории, в новосибирске двухлитровые фокусы такого года стоят по-разному. Бывает даже за 400, но это совсем хлам. 500, 600, в общем, плюс-минус ценники вот такие. Среди конкурентов что может быть? Это, конечно же, Mazda 3, которая имеет такую же базу. И тоже может быть с двухлитровым мотором, только там коробка передач другая. Можно даже в эти деньги рассмотреть чуть более свежие Solaris, Polo и Rio, но эта машина будет другого класса. То есть это C-класс, а там будет B-класс. Ну, и различные Octavia и все прочее мы, конечно, не забываем. Самое важное, приобрести машину честную, с оригинальным пробегом. Но, почему я заговорил про конкурентов? Мало кто предлагает именно двухлитровый мотор. В основном это 1.6 или даже 1.4. Ну, про Шкоду мы не говорим, там турбомоторы, да. Здесь без турбины обычный классический мотор на 2 литра, на 150 лошадиных сил, который имеет, естественно, хороший запас ресурса и прочности, ну и, конечно же, отличную динамику. Итак, друзья, этот автомобиль вы можете приобрести в автосалоне RDM Import Новосибирске на улице Фрунзе, 61, дробь 2. Мы работаем без выходных. На этом будем заканчивать. Обязательно подписывайтесь на наш канал и заходите в наш инстаграм. Всем пока!